Что в женском поведении мужчину может отпугивать? Лично для меня отпугивающим качеством женщины является неприкрытая агрессия. Агрессия, у которой нет обоснования и которая такая, знаете, грубая, вульгарная. Это то, что прямо противоположно женской энергии. Причём это не мужская энергия. Иногда женщины ведут себя грубо, как-то, знаете, со злостью и говорят, что это мужские качества. Нет, нет, это не мужские качества. Это качество не относится ни к женщине, ни к мужчине. Это что-то такое лишнее. Ты сейчас говоришь о эмоции, которая пропитана ядом. То есть она даже может быть не очень грубая, но она, знаете, может быть очень-очень ядовитая. Отправляющая. Это энергия, которая прямо противоположна жизни. Что такое вот, ну вот, что не сочетается с женщиной, с женской энергией? Женщина ведь это же мать. Любящая сила, которая кормит, защищает, даёт жизнь, даёт рождение. И когда женщина проявляет качество, разрушающая жизнь, разрушающая любовь, разрушающая доверие, яд тот же, да, вот это, ну, разрушающая агрессия, насмешка. Вот это очень, ну, отталкивает. Потому что рядом с женщиной мужчина нуждается, знаете, в чём? Мужская энергия, она же нуждается в обосновании. То есть у мужчины же есть сила и его энергия, его созидание, его ответственность. И мужская сила ищет всегда повода проявиться. То есть ему нужно обоснование. Для кого я как мужчина выступаю? И когда женщина уничтожает вот эту мужскую энергию, да, мужской потенциал, мужскую силу, вот это пугает. Потому что с такой женщиной мужчина как бы не может понять, а в чём он может проявиться. Женщина так может себя вести из какого-то опыта своего, да, из какой-то боли. Возможно, ей хочется отомстить. Возможно, ей хочется как-то себя защитить благодаря такому поведению. И её тоже можно понять, потому что это её форма защиты. Но так или иначе, эта форма может быть очень ядовитой, очень разрушительной. И она будет разрушать не только отношения, но в том числе и саму себя. Также мужчина может отталкивать желание всё контролировать. Когда женщина пытается рулить, что говорится, всем, постоянно даёт инструкции, наставления, комментирует, да, тоже это может быть сопровождаться ядом каким-то. По большому счёту, это недоверие. И это я не даю тебе права, то есть по отношению к мужчине, я не даю тебе права быть ответственным, я не даю тебе права быть мужчиной. Я тебе скажу, каким ты должен быть. Это когда женщина путает роли, да. У женщины же в отношениях много ролей. И есть такая роль, как женщина-мать, да. И иногда женщина может путать, что рядом с ней не её любимый мужчина, а ребёнок. Особенно если мужчина начинает себя вести определённым образом. Тогда женщина путает роли, и вот из этой роли она становится контролирующей, наставницей. Она вот так себя может проявлять. Но здесь опять же нужно смотреть в комплексе. Потому что женские качества, они не сами по себе завязаны, как женские качества. Потому что женщина с одним мужчиной будет одни качества проявлять, а с другим мужчиной будут другие качества проявлять. Соответственно, и наоборот это работает. Вот, поэтому вот качества, которые мы проявляем в отношениях, это всегда 50 на 50. Потому что мои качества, это не только мои качества личности. Я проявляю определённую реакцию на какие-то обстоятельства. Вот, поэтому я думаю, здесь нужно комплексно рассматривать, да, все эти моменты. Ну, в любом случае, главным, наверное, качеством, которое разрушает отношения, то, чего мужчины не могут от женщины принять, это её нежелание идти навстречу и нежелание выстраивать отношения. То есть та самая броня, то самое недоверие, то самое жёсткое агрессивное поведение, из-за которого происходит категоричность, такой императив, что нет ни при каких обстоятельствах вот то-то, то-то. И мужчина, когда сталкивается с такой непреклонной агрессией, с непреклонным барьером, то сразу возникает ощущение, ну, а как тогда вы строите отношения? Ну, ничего ж не подучится. Знаете, здесь хочется добавить, что это ведь то, о чём ты описываешь, это не только мужчину может отталкивать, то же самое может отталкивать и женщину по отношению к мужчине, потому что мы не просто мужчины и женщины, да, мы все живые. И то, о чём ты говоришь, это как раз-таки противоречит самой жизни, самому вот этому процессу, да, бытия. Самой любви, можно сказать. Да, поэтому это работает в двух направлениях.